Недалеко от Ривды есть горы первая каменная и вторая каменная. На разных картах по-разному обозначена вторая каменная вот здесь обозначена, а на других вот здесь вот на 528 метров. Гора первая каменная именно на нее ходила на 500 метров высотой. Попасть на нее не просто, а очень просто. Доезжаешь до сада Рябинка, поезжаешь по центральной улице, так она и называется до конца и можно тут у дачников машину оставить и через калитку, которая идет в лес по тропинке дойти до квадроциклетной дороги, она выведет прямо на квартальную просеку и по квартальной просеке поднимаешься на гору каменную. Двигаюсь по Ривде, сейчас есть задумка съездить на гору каменную, там есть знак Европа-Азия, и вообще гора каменная такая выглядит. Теревизионский завод бывший, проехали. Здесь уже пошла такая улочка, как их раньше называли, слободка при заводе. Идет нас куда-то в коллективные сады, это выезд из Ревды в сад Рябинушка, здесь вот место возвышенное, и вид на Ревду открывается, нехилый. Храм вон на горе, Демидов центр, вроде бы родничок. Здесь такие, такой лес еловый, густющий. Ага, это просто колодец и вода в нем ржавая какая-то. Ладно, колодец непонятный вообще, воду не будем в нем пока набирать. Может дальше какой-нибудь попадется. Облипишкой попадается вдоль дороги. Здесь какое-то поле, огороженное колючкой. Здесь у нас развилочка, одна дорога идет на какой-то отстойник. Не знаю, какой отстойник. А дальше начинается такая горная местность. Подруги мои, коллективный сад Рябинушка. Такая Рябинушка красная. Красиво как. Ой, осень вообще. Прекрасная пора. Коровки пасутся на горных лугах. Вот уже вся пожухла. Все коровка такая одиноко стоящая. Коллективный сад Рябинушка. Как раз от него дорога начинается на каменную гору. И здесь природа в этом саду. Такой у нас клонах расположен. Так, нам туда вниз надо съехать. Ну, в общем, выяснил я дорогу на гору каменную. Местные дачники мне подсказали, что пойдешь по этой тропинке. Вот эти дачные участки заканчиваются. Пойдешь по тропинке, выйдешь на квадроциклетную. А по ней уже. Там все размечено до самой каменной горы. И зашел на квадроциклетную дорожку. Да, дорожка раньше была на гору каменную. Первую. Там еще вторая есть. Дошел до делянки лесорубов. Так, давай. Что-то всю дорогу испахали. Лесорубы. Дорожка немного испортилась. Иду по минеральной полосе. Ну, вполне смысл. Сухо, главное. Дождей не было. Первые отроги горы каменные попадаются. Все, еще иду вверх. Вон она, похоже, впереди. Огромная. Вот она наша борка каменная. Сейчас пожар прошел. Все деревья выгорели. Подбираюсь к вершинке. Все кругом сгоревшее. Все сгоревшее. Вот тут поляна. Ручище каменное называется. Лезу на вершину. Сейчас будем окрестности обозревать. О, это верхняя точка. Похоже. Зеленым покрашен. Европа, Азия. Он и вся САУ представляет. Представляете, он. Видимо, кол, на котором он был, сгорел. Поставлю вот так вот. На вершину красиво. Вот граница Европы, Азии. Здесь проходит водораздел. По этим горам, по этим хребтам. На самой вершинке стою. На самой верхней точке. А вот Европа, Азия. Азия. Так, а вот соседние вершинки открывается вид на Светловское море и на гору Волчиху. Она, кстати, тоже погорела. В этом году многие вершинки сгорели. И вот эта тоже сильно пострадала от пожара. Даже в Стелла Европа, Азия сгорела. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Иду лавины. На соседнюю вершину. Она без леса. И здесь за камнепадом ребят обнимат. Шикарный. И можно свернуть, обрыв, обогнуть. Но мы выбираем трудный путь. Ого, а тут вообще такие гряды идут каменные. Одна за другой. Офигеть. О, здесь Куруму пошли вниз. Так, это я забираюсь на вторую вершину. Она без лесная. А почему с нее вид открывается? Обалденный. Вот. Свердловское море все. Как на ладони. Офигеть. Есть такой гребень. Высоченный. Ого, ох, ох. Так, это у нас карьер. Долилитовый. Габро, вернее. Это Свердловское море. Такой подробный водоем. Можно сходить на тот еще один хребет. Тут можно ноги сломать. Потому что такие перепады высот. Просто оттаз. А вот она вершина мира. Вот это. А там волчих. А вон с той горы я пришел. Там Стелла Европа Азия находится. Офигенное место. Офигенное. Даже Екатеринбург все зависит. Ничего себе. Вот это да. Вот это высота. Последние осенние денечки. Хапаем. Красота, теплота. Надо успевать. Последние дни. Сходить в горы, в походы. Так что только красоту посмотри. Жалко, что все сгорело так сильно. Вернулся я опять на первую вершину. Чтобы еще раз Смотреться в самую необычную стелу Европа Азия. Вот он филин. Ну и все. Пойду спускаться. Пойду обратно. Пойду обратно в ряду. Парня в горы тяни, рискни. Не бросай одного его. Парня в горы тяни, рискни. Пойду обратно. Пойду обратно. Пойду обратно. Пойду обратно. Сейчас я нашел свою кварталку, по которой поднимался. И потом этот путь размечу на карте. По моему мнению, это самая удобная дорожка на каменную гору. Тут и на первую. Сюда на первую. И там еще поворот на вторую. Все рядышком идти по верху. Тут сухо, болот нету. Так, это вот у нас поворот на каменную вторую. Там вот на деревьях такие круглые метки. Не ошибешься. Не пройдешь мимо. Ну на первую я один вылазку сделал, а вот на вторую каменную возьму семейство с собой. Пускай тоже подышит лозончиком. И фитонцидами. Хорошо вот так в теплую осень прогуляться по лесу. Комаров нет. Пусуха. Душа поет. Так, ну вот с этой кварталки я согласно метке, здесь расстал две меточки поворачиваю обратно на делянку и дальше на рябинку в коллективный сад. Здесь по 20-летний след четко просматривается. Дальше будет делянка лесорубная. Вот эта делянка. Сейчас ее пройдем и опять подкрутка дорожка продолжится. Делянка. Делянка. На делянке меня на пять. Ну блин. Вот по этой квадро-чеклетной дорожке. Ну все, метров еще 200. Хотя я на месте стихий, понимаешь. Иногда попадаются вот такие. Лыжня каменный поезд. Девять километров. Угу. Печащими. Далекунка. Скоро от следной дороги сейчас буду сворачивать прямо в сады. Вот моя меточка. Поворачиваю сад рябинка. Здесь идет уже еле заметная стежка. Подняю я выйду в калитки. Ну в общем, этот маршрут, как я говорю, самый лучший. Идет до горы Каменной, самый ближайший. Пешком прогуляться просто удовольствие. Въезжаете в сад рябинушку, который на крайней рябине. Проезжаете по центральной улице. Она же так и называется центральная. До конца. Тут очень приветливые дачники. Можно оставить машину. И буквально там по тропинке пройтись. Не знаю. По ощущениям меньше километра. Но я посмотрю по карте точно. О, я нашел черную песчаную пустыню. Горячее солнце. Горячее солнце. На картах обозначено как отстойник. А, ну правильно там озеро нарисован. Вот оно и есть озеро. Толкан. Все, еду в ряду. Посмотрел наконец-то гору Каменную. Теперь можно отдыхать. Вот наша многострадальная гора Волчиха. Она у нас сгорела. Это вид со стороны дороги на Рябину. Ну, шкут. Ну, все. Вот возвращаюсь в ряду. Парадарама. Рябину. Парадарама. Рябину. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова